Формула 7 Так как я девочка, я им об этом все время напоминаю, я говорю, я же девочка, мне нужна же помощь, я же девочка, я же должна делать легкую работу, а вы мне помогаете. То есть здесь я себя позиционирую именно как девочка, ну понятно, что я мама. Для братьев мама – настоящая супергероиня. Мальчики каждый день удивляются, как ей удается все успевать. Мама – она гиперактивная, потому что успевать все, это и быть преподавателем, и праздники проводить, и, конечно же, воспитать нас – это очень тяжелая работа, и за это я ее люблю. Активность и стойкость Екатерины отметила и Анна Менькова. Куратор соцблока «Края» познакомилась с семьей Фроловых. За чаем они обсудили текущие дела и бизнес многодетной предпринимательницы. Я хотела узнать, как вы живете. Вы, так сказать, семья у нас в некотором смысле подопечная. Вы знаете, что сегодня ряд государственных программ новых запущено. Вот я хочу понять, насколько вы на себе почувствовали, что эти программы появились, и как они работают, насколько вам комфортно, и какие на сегодняшний день есть проблемы, вот ощутимые для вашей семьи. Я в прошлом году от соцзащиты получила соцконтракт, как предприниматель, на покупку обладывания. А почему вы именно по социальному контракту выбрали эту сферу деятельности? Потому что у меня открыто ИП как предпринимателя. Я веду праздники, вырастила себе достойную смену. Мы у нас сегодня примеры для многих в том смысле, что вы знаете, как в существующих условиях не просто выжить, а как еще и себе, и своей семье доказать, что если ты работоспособен, если тебя что-то в жизни увлекает, то в принципе все можно. С государственной поддержкой тем более. С государственной поддержкой тем более. Я рада, что у вас это получилось. Семью Давыдовых слышно издалека. Шесть детей, мама и папа. Ребята увлекаются музыкой и спортом. Благо, развернуться есть где – собственный дом и двор. Они окружены вниманием и заботой. Родители души не чают в дочках и сыновьях, уделяют им все свободное время. Отец – истинный глава семьи, добытчик, работает и зарабатывает. А мама – хранительница домашнего очага. Мама вкусно готовит. Она с нами смотрит мультфильмы. И с нами играет в футбол. Давыдовы, как и Фроловы, получили соцподдержку и потратили деньги на развитие собственного дела – клининговой компании. Анна Менькова интересуется, как семья справляется и все ли у них получается. У нас клининговая компания была тогда своя. У нас, в принципе, пылесосы были какие-то, еще что-то такое. Но мы не тянули химчистку. Диваны, ковры, матрасы – вот это вот все мы не могли делать. Когда мы узнали, конечно, мы пошли, договорились и взяли химчистку себе, взяли хороший парогенератор. До сих пор пользуемся, слава богу, и отлично, все хорошо. Вы в семье боец, не просто папа, но еще и занимаетесь сегодня бизнесом. Насколько успешно? А, ну вот как вы считаете? Ну, хватало. Нормально, слава богу, хватает. Очень рада с вами познакомиться. Спасибо вам. В прошлом году такую поддержку от региона получили более ста семей. Из бюджета на это выделили около 10 миллионов рублей. В основном многодетные родители потратили деньги на развитие личного подсобного хозяйства и своего бизнеса. Четыре семьи получили дополнительное профессиональное образование.